Здорово. Хотели бы спартаковцы, чтобы чуть повыше был поздрижен газон. Но так или иначе, вот такие условия для игры. Португальцы контролируют мяч. Руи Жоржи, пас вперед. А Коста неплохо входит в штрафную площадь. И удар Филимонов спокойно забирает этот мяч. По расстановке Спартака все придется, все разумно в действиях спартаковцев. И самое главное, что очень спокойно играет команда. Это очень важно, потому что вот всегда как-то боязно смотреть на игру Спартака, когда на первых минутах не держится мяч, начинаются неточные передачи. Но, повторяю, сегодня уж больно хорошая обстановка на стадионе. Это так зрителей повеселить. Но, прежде всего, нас с вами. А Коста пытался пробить через себя. Жильел, пожалуй, Дмитрия, не дав ему карточку, иначе бы она пропустила следующий матч. Выхода не было. И теперь штрафной Сапинту. Бросок мяча в руки Филимонову. Андре Круз левша. Здесь ему выкручивать мяч было сложновато. Сапинту решил свой спу. Как здорово через стенку обыгрались Ананко и Булатов. Пас на Титова. Димашу приходится в жестком подкате действовать. Пас на Акосту. Флаг не поднят. Но Акосте 39 лет. Скорость не та. Но зато техника еще на месте. Вернулся Булатов. Ну и португальцы ничего не поняли. Они угадали, правда, им надо отдать должное, я имею в виду, газетчиков, что Маркао с Робсоном выйдут вперед. Но вот то, что выйдет Баранов, а Штолтрас окажется в запасе, этого португальцы не угадали. Ананко заработает все-таки, наверное, желтую карточку. Нет, спасибо Грэму Барберову. Все-таки очень хорошо, когда судят англичане. По сумме-то вводит, я думаю, в заблуждение, прежде всего, Филимонова и Стенку тоже, и нас с вами. Андре Круз, это его левая нога, будет обводить. Очередно, спасибо Братосу. Почему решил бить Братос в этой ситуации сложно. Со своим ростом, ну, сколько раз уже было сказано, что рост совершенно не главный компонент в игре головой, но сейчас как грамотно, позиционно сыграл, а вот это может быть опасно. Безродно набирает скорость, но Маркао должен открыться на ближнюю штангу. Нет, как-то пассивно очень открывался Маркао. Ну вот, что сейчас, и 1-0 автогол после прострела Егора Титова. Ну что ж, Грозный, повод его показать. Еще раз смотрим атаку. Почему я немножечко как-то огорчился вот на финальном этапе этой атаки, потому что как-то мне показалось, несколько пассивно вел себя Маркао. Вот с этого повтора не видно. Маркао стоял, и вот только в последний момент он начал какое-то движение. И надо отдать ему должное, что он все-таки это движение начал, потому что заставил он защитника пойти на ближний угол вратарской. Сколько раз мы говорили о том, подкаты делать нельзя. Круз пас на Пратеса. Джоао Пинту отыграл назад, и еще один подарок. Спартаковскому сектору примерно в ту сторону мяч и полетел. Хватит. Робсон. Баранов. И слета. А могло получиться опасно. Гораздо опаснее, нежели, может быть, и вот. Попади мяч как следует на ногу. Ляд как следует мяч на ногу. Егору Титову Шмехель-то как раз готовился к очень сильному удару. Выскочил из ворот, сократив угол обстрела. А таким парашютиком мяч полетел. И мог вполне и Шмехеля перелететь, и спланировать в ворота. Подвели, я бы сказал, свою команду. Баранов собирается метров с 35 подарить мяч зрителям. Вот на ту трибуну, куда улетел, вполне возможно, мы и его увидим во втором тайме. Или Максима Калиниченко. Еще один подарок. И скажу вам, коль я об этом заговорил, кто естественно нервничает, естественно волнуется. Еще раз смотрим проход Титова. Все было сделано прекрасно. Видите Маркао, где находится. Вот он куда вытащил защитника. А Круза же мяч отскочил. Он Круза туда вытащил, на ближний угол. А Димашу, естественно, по позиции пришлось бежать страховать Круза на место центрального защитника. Это ничего страшного. Вот и попал мяч в ногу Димашу. Сапинту было, конечно, попросторнее. Вот удар Сапинту как раз из-за предела штрафной площади. Димаш с мячом. И тут как тут Баранов очень хорошо в отборе. Двух таких звезд и двух, в общем-то, одноплановых игроков, может быть, идет и во вред игре португальской команды. Пока ни тот, ни другой проявить себя не мог. Но есть Акоста, игрок одного момента, с прекрасным голевым чутьем. Вот на него пас. Но чуть не накаркал, Чуэсэ выручил. За Акостой нужно следить, действительно, потому что, повторяю, открывается этот футболист совершенно замечательным образом. Но опыт посвистеть сколько угодно. Из-за боковой линии никакого фола там не было и в помине. Еще раз смотрим удар Акоста, которого, кстати говоря, просп... Много футболистов, весь Спартак в своей штрафной... Ну, Андре Круз пробил поворотом, но Филимонов пока в порядке. Передача, но он может и пробить, он все что угодно может сделать с мячом. Посмотрим. Нет, это подача. Хорват и Пратес от души приложился, успеет. Филимонов успевает и мяч, правда, вышел за пределы штрафной площади абсолютно... Я думаю, Августа Инасио прекрасно понимает, этого делать нельзя. Димаш с Родриго. Баранов снова вне игры. Вне игры. И Жао Пинто тоже вне игры. На предматчевой разминке и то, что будет происходить с футболистом в игре. Абсолютно непредсказуемо. Димаш предсказуемо. Навес. Ананка это видел, позицию занял. Говорю, ну, чуть, может быть, полшашка назад стоило сделать. А так все... Андре Круз. Дубль два. Минута первого тайма подходит к концу. Спартак выигрывает пока в Лиссабоне у Спортинга. Со счетом 1-0 на 16-й минуте гол в свою вороту забил Димаш. Жао Пинто. Вратарь. Повезло. Почему же стоял Филимонов? Ведь было видно, что будет такая передача от Жао Пинто идти на Акосту. И проводит не очень здорово. Там еще от Булатова был рекону... А вот если бы попал мяч на ногу Акостя, ну, вынимай, делать нечего абсолютно. Располагавшийся рядом Бину. Один Андре Круз против стенки Александра Филимонова. Обвел. Но это Андре Круз, понимаете? То есть если он попадает в створ, тут можно двоих Филимоновых поставить. Ну, если троих, то, может быть, еще выручат. Но вот одному вратарю, какой бы он реакцией ростом не обладал, вынуть этот мяч просто невозможно, если он в угол летит. Икар Касилиас на себе это испытал. Но все обошлось. Не до португальской атакой средней линии. Пять на пять на половине поля. Спортинга. Баранов. Икарит. Титов в такой позиции был. Это уже пас потери темпа. Здесь уже португальцы разобрались. Чуэсэ. Ну, ничего. Пробить опять не удается. Ну, что теперь? Великолепный удар Егора Титова. 2-0. Под самую штангу укладывает мяч. Егор бежит к скамейке. Вот как говорил в свое время Юрий Гаврилов. Некрасиво, это совершенно неважно. Посмотрите на повторе, как ударил Титов. Он буквально пнул этот мяч. Пнул, но у нас-то вот с этой камеры будет, я думаю, идеально видно. Смотрите, что сделал Титов. Вот он получает пас от Маркао. И без шансов, без единого шанса для Петера Шмехеля. 2-0. Спартак впереди. На 52-й минуте капитан команды. И действительно капитан команды по тому, как он играл и в матче заходил. Как-то критиковать. Спартак, это не нужно. Я говорил об этом в первом тайме. Это Лига Чемпионов. Здесь играют на результат. Спартак его добивается. 2-0 в гостях над спортингом пока. Такой счет это Акоста. Филимонов, ну! И Филимонов сегодня молодец. Фили, Фили скандирует спартаковская трибуна. А в атаке спортинг. Пас в штрафную. Пауза. Ну, кстати говоря, вот он в первом тайме рассказывал, что неприличный слоган. Португальцы с трибуны со своей убрали. А я вот тут смотрю, спартаковцы-то тоже не лыком шиты. У них там на заборчике, который отделяет спартаковский сектор. По-португальски написано, мы, болельщики Спартака, приветствуем наших самых лучших друзей и шлем им коллективный привет. Друзья, действительно, очень колкий такой слоган выдумали спартаковские болельщики. Жао Пинто входит в штрафную площадь. И опять Ананка сыграл просто превосходно. И Филимонов, да все сыграли здесь здорово. И никакого свистка есть возможность для контратных подтекст. Дело в том, что, ну, попал мяч в руку, кофту, ну, и ничего страшного. Ну, это самое главное. А все остальные нюансы можно исправить, можно доработать. Не блещет в атаке в обороне. Спартак, на мой взгляд, действует сегодня очень и очень неплохо. И вы знаете, сегодня вот на трибуне, буквально вот уже, который по счету штрафной, может быть и Пратос. Он бил в первом тайме, правда, в стенку. Но теперь Родриго ударил тоже в стенку. Совсем ничего не клеится сегодня у португальцев. Робсон так доиграется до удаления. Не нужно апеллировать к английскому судье. И тем более смеяться. Внушение Грэмбарбер к Офтону. Ну, опять в стенку. Да, так вот, чем нравится Спартак. Я еще раз повторю то, о чем я говорил в первом тайме. Мне кажется, вот нечто новое появилось. Ох, как Филимонов играет, а! Потрясающий сейв Филимонова! И удар был классный у Педро Барбозе. Все было сделано. Ну, вообще красивый такой футбольный эпизод, который украсил сегодняшнюю игру. И тем приятнее, что одним из... Какой сейв! А ну просто восхитительный сейв! Сегодня с восклицательным знаком в интонации Максим Калиниченко готовится выйти на поле вместо Маркао. Маркао свое дело сделал. Он помог забить Димашу в свои ворота. Ну и сделал углевой пас на Егор. Родригу, который на левом фланге занял место Руи Жоржи. Булатов, перехват хороший. Титов совершенно один. Робсон, Робсон должен растянуть оборону, освободить коридор. Булатов набрал скорость. Блестящий Титов! Ай-яй-яй! Какая жалость! Ну какая жалость! Даже дело не в счете! Ну что, может быть и Спортинг сдался? Поднял руки вверх Пратис, сигнализируя, что он не толкает Робсона. Но символичный знак Парфенов пошел. Ух, как здорово сыграл Парфенов! Верное было решение простреливать в штрафную. Вот теперь у Спартака небольшой разрыв. Булатов. Не надо бы сзади подкатываться. Правда, нет, у Булатова же желтый есть. Это мимо. Угловой будет подавать Спортинг. Если все закончится благополучно. А закончится, как мы узнаем, благополучно или нет, через где-то 20 минут. 25. Вот Инасио обещал взять вину на себя. Но я не берусь судить, означает ли это то, что Инасио готов подать в отставку. Но какое нам в конце концов дело, да, Август Инасио, при всем уважении к этому специалисту, который сделал действительно очень... Сегодня не день Спортинга. 3-0. 3-0. Лига чемпионов. Спартак выигрывает в гостях. Спартак выигрывает... На скамейке запасных. Вот здесь в ложе VIP все обнимаются, целуются. Но это просто... Просто фантастика. Вы знаете, 3-0. Играть еще бог знает сколько времени. Лига чемпионов. 3-0. Спартак в гостях выигрывает у Спортинга. У Спортинга, которого... Который называли и спартаковские игроки, и спартаковские футболисты. Я думаю, не из... Просто того, чтобы заранее как бы сделать себе путь для отступления в случае поражения. Называю эту команду действительно сильной и чуть ли не фаворитом группы. Это плюс футбол. Вспомните, я имею в виду матча Спортинга с Реалом. Когда Реал просто чудом спасся. Матч Спортинга с Байером. Когда просто откровенно повезло. Байер, допускаю, Коста забьет. Это просто фантастика. Сегодня заколдован сегодня Спартак. Еще один удар. А Коста попал в перекладину. А мяч в поле. Какая реализация моментов сегодня у Спартака? Да вообще в последнее время. 3 из 3 сегодня. 3 создали, 3 забили. В Москве 3 создали, 3 забили. Ну что, безродный? Ах, неудачно подработал мяч. Дело попахивает разгромом. И вот этого из нагнозов оценки шансов вне игры у Мбом Пензы нет. А Коста... Ну а Коста, естественно, расстроился попасть в перекладину. А Коста, кстати, очень популярный здесь человек. Влестнейшую игру в мяч переднего центрального защитника. Да, были опасения, были сомнения в том, что... Бом Пенза забьет. Так оно и есть, не забил. Были опасения, что не совсем... Все равно это два матча, это ерунда. Парфенов-Ананка. Тоже без года недели существует связка. Нападающие постоянно пары варьируются. И в этой ситуации, тем не менее, сегодня Спартак демонстрирует очень хорошую коллективную игру. Вот что, как мне кажется, вызывать должно уважение. Ну, о счете я не говорю сегодняшнюю мячу. Могу сказать, 3-0, Спартак выигрывает. Стадион Жозе Алваладо слышит клич спартаковских болельщиков. Спартак, Спартак, а Спартак Калиниченко не добрался до мяча. Но все равно может атака продолжаться. Парфенов ее подхватил налево безродному. Но это тоже было хитро. А Баранов расстроен, хватается за голову. Ему не дали мяч. Ну, очевидно, сами игроки, ну, это понятно, что они обязаны это чувствовать. Чувствуют, кто-то что-то выпадает из игры, того особенно они стараются не нагружать. Прострел. Нет, Спартак решил насухо сегодня играть. Что позволяет себе спартаковца некую расхлябанность. Но будем надеяться, что это лишь эпизод. Опасный момент снова и опять мимо. Так вот, за вот воротами Спартака сейчас плаката ничего, да и народу там становится все меньше и меньше. Нет. Для Артема Безродного далековато, поэтому он и бить не стал. Пас на Егора Титова. Чуточку не получилось. И это это сделать, потому что... Вот тому, что я тут вижу на компьютере. Забавно там события развиваются. У нас Акоста в очередной раз хочет забить. И там колдун сидит на спартакских воротах. Чуэсэ не должен был позволять себя так обыгрывать. Сколько угодно времени для принятия любого решения. 5 на 4 численное преимущество. Баранов. Первый удар в сегодняшнем матче Баранова. Что бы то ни было другое. Именно это сейчас происходит на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне. Где в матче Лиги Чемпионов в четвертом туре Спартак обыгрывает Спортинг со счетом 3-0. За 8 плюс добавленный арбитром минуты до конца матча. Филимонов играючи отправил мяч на угловой. А Спартак выигрывает. То Спартак с 9 очками на втором месте. А Байра останется с тремя на третьем. И считайте сами, что должно произойти, чтобы Спартак не вышел из группы. А Коста подача. Там колдун, он сидит, он никуда еще держится там на Спартакских воротах. Да, есть моменты, возникают моменты у ворот Спартака действовать мобилизованно в каждом игровом эпизоде. Но настоящие профессионалы так и должны играть, потому что в футболе бывает всякое. Три мяча, конечно, это фантастика, но можно забить за очень короткий промежуток времени. А комбинация-то какая сейчас была на загляденье. Халиниченко бил. Юрий Заварзин. Генеральный директор Спартака аплодирует. И еще раз аплодирует. Александр, может, и нелегко, но, по крайней мере, приятно. Чуисе. Ошибся с поперечной передачей. Да, с правым флангом Спартака, конечно, нужно что-то делать. Он выпал практически. И, несмотря на все это, 3-0. Писарев со свежими силами потерзает сейчас защитника, безусловно, Андре Круза. Решил подождать партнеров. Смотрите, сколько времени выиграл. Очень красиво. Ну, забей, Булатов. Какая жалость, а ну... Просто вот из-за футбольной эстетики хочется, чтобы такие комбинации завершались все-таки взятием ворот. Имеет полное право сказать своей команде спасибо за игру. Скажем и мы это обязательно через... Не разглядел я на табло, что он 2 минуты, по-моему, добавил арбитр. Безродный идет по флангу. Прострел. Ах, Калинич опять хотел красиво сыграть. Но здесь дело не столько в красоте с них и так далее и тому подобное.